Суэцкий канал я проходил около 4-5 раз, так же как и Панамский, который рассмотрел предыдущие серии. Он не такой красивый на вид, потому что если посмотреть вокруг, то вы увидите сплошные пески и иногда вид разнообразит пару деревьев и мост. Мне запомнился момент, когда мы шли по направлению к каналу в 2010 году. Это как раз был разгул пиратства в Сомале. И когда мы прошли Адонский залив, а потом зашли в Бапыль-Мандепский пролив, то нашей радости не было предела. Дальше было Красное море и Суэцкий канал. Очень много смен экипажа было на переходе, и поэтому времени как раз хватало, пока судно идет под управлением Лоцмана на пересдачу дел. Предыдущий контракт попал также на смену в Суэцком канале. И я с электромехаником Димой прилетели в Суэц, потом на лодке ночью доехали до стоящего на якоре и ожидающего в своей очереди нашего танкера. После прохода, примерно после 15 часов, я проводил своего товарища на буксир и занял его место в каюте, как оказалось на 6 месяцев. Дальше мы держали путь в США. В этом видео мы рассмотрим историю строительства Суэцкого канала, сколько людей погибло на стройке, во сколько денег он обошелся и сколько прибыли в год он приносит, характеристики и габариты судов, проходящих через него. Также интересно открытие нового Суэцкого канала, открывшего настоящее двустороннее движение. Все, кто первый раз на канале, подписывайтесь и оставляйте комментарии. Также не забывайте ставить пальцы вверх. Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря и являющимся кратчайшим водным путем между Индийским океаном и акваторией Средиземного моря Атлантического океана, важнейшая артерия мировой торговли. Доходы Египта от транзита судов через Суэц в 2018 году составили около 6 миллиардов долларов. Сегодня представить себе мир без Суэцкого канала очень сложно. Тем не менее, проект его строительства был реализован сравнительно недавно, во второй половине XIX века. Мысль о канале возникла еще в древности и тогда же была впервые реализована. Так называемый канал фараонов, соединявший Суэцкий залив Красного моря с Нилом, был построен во втором тысячелетии до н.э. Впоследствии канал несколько раз восстанавливался как египтянами, так и завоевателями, пока окончательно не прекратил свое существование в VIII веке новой эры. В 1798 году во время египетской кампании Наполеон серьезно заинтересовался вопросом строительства канала, соединявшего Средиземное и Красное моря. Комиссия инженера Лепера оценила стоимость реализации проекта в 40 миллионов франков. Однако в 1800 году Наполеон, получив доклад инженеров, заявил, «Это великое дело, но я не в состоянии осуществить его в настоящее время. Быть может, турецкое правительство возьмется когда-либо за него, создаст себе тем славу и упрочит существование турецкой империи». Спустя полвека подревность в канале значительно выросла. Развитие капиталистических отношений ускоряло жизнь в целом и требовало ускорения срока перемещения товара по земному шару. Путь страны Азии вокруг Африки уже не устраивал европейских предпринимателей. Существовала, конечно, альтернатива. Грузы, прибывавшие в Средиземноморские порты Леванта, перевозили по побережью Красного моря или Персидского залива сухопутным путем, после чего снова грузили на корабли. Однако подобная логистика тоже не отличалась удобством. В 1840-х годах идея проекта носилась в воздухе. Среди тех, кто пытался ухватиться за нее первым, был и Фердинанд Марк Виконт де Лесепс. Этот французский дипломат работал в Египте в 1830-х годах и обзавелся крепкими связями с местными властями. В 1854 году пашой Египта стал Мухаммед Саид Паша, который давно знал и хорошо относился к Лесепсу. В 1855 году Саид Паша одобрил идею создания компании для цели строительства морского канала, открытого для судов всех стран. Решение Саид Паши было подтверждено фирманом турецкого султана, но этого было мало. Лесепсу нужны были средства на стройку. В 1859 году в Париже была основана всеобщая компания Суэцкого канала. 53% по ее акционерной компании отдавалось Франции, только 44% египетскому правительству и 3% другим государствам. При этом акционерам уходило 74% прибыли, 15% шло напрямую Египту. Египет принимал на себя обязательства о передаче канала в собственность компании сроком на 99 лет. Кроме того, власти Египта обязались предоставить не менее 80% необходимой рабочей силы, а также обеспечить стройку транспортом и необходимым оборудованием. 25 апреля 1859 года строительство началось. Многие историки отмечали, что его успех стал возможен во многом благодаря энергии и настойчивости Виконта де Лесепса. О поте, крови и слезах рабочих говорят и пишут меньше. Большая часть строительства растянулась на 10 лет. Работы велись без средств механизации. Канал рыли лопатами, под палящим солнцем, в условиях пустыни, при острой нехватке питьевой воды. Путь 164 километра через болото, пустыни, солончаки для многих стал последним. Египетские власти сгоняли людей на стройку десятками тысяч. Многим было не суждено вернуться домой. Некоторые историки полагают, что за 10 лет строительства Суэцкого канала погибли около 120 тысяч рабочих. Всего было перемещено около 75 миллионов кубометров грунта, стоимость, которую называла в свое время комиссия Леппера, и близко не была похожа на действительное положение вещей. Суэцкий канал обошелся 575 миллионов франков, что составляет около 9 миллиардов долларов в ценах 21 века. В справедливости ради, усилиями Виконта-де-Лесепса, в середине строительства был решен вопрос с пресной водой за счет подводки к трассе пресноводного канала. А в последние годы работы в Египте появились даже экскаваторы. Общая длина канала составила около 173 километров, в том числе длина собственно канала через Суэцкий перешейк 161 километр, морского канала по дну Средиземного моря 9,2 километра и Суэцкого залива около 3 километров. Морского канала по дну Средиземного моря 9,2 километра и Суэцкого залива около 3 километров. Ширина канала по зеркалу воды 120-150 метров, по дну 45-60 метров. Торжественное открытие канала состоялось 17 ноября 1869 года. Это было событие огромного международного значения. Празднование длилось 7 дней и ночей, и обошлось Египту еще 28 миллионов золотых франков. По заказу Исмаила Паши, сменившего Саида Пашу, итальянский композитор Джузеппе Верди, писал оперу Аида, которая должна была прозвучать на открытии Суэцкого канала. Верди, однако, не уложился в срок, поэтому премьеру оперы заменили праздничным балом. Окончание строительства превратило Фердинанда де Лесепса во всемирную звезду. В 1869 году он стал кавалером Ордена Почетного Легиона, почетным членом английского королевского общества, членом французской академии. В 1880 году была основана всеобщая компания Панамского Межокеанского канала, президентом и генеральным директором, который стал Фердинанд Лесепс, и его сын Шарль Лесепс стал вице-президентом. Лесепсу-старшему верили, помня об успехе Суэцкого канала. Акции компании приобрели более 800 тысяч человек. Стройка, однако, забуксовала из-за непродуманности проекта, а также из-за крайне тяжелых условий. Если в Египте рабочих косили невыносимая жара и жажда, то в Панаме болезни, в первую очередь, малярия и желтая лихорадка. Об этом смотрите выпуск, ссылка будет справа сверху. В 1888 году, когда работы были осуществлены лишь на треть, стройку приостановили. 4 февраля 1889 года было официально объявлено о банкротстве и ликвидации панамской компании. В ходе расследования, начатого французскими властями, были выявлены факты расточительства, халатности, некомпетентности и коррупции в высших эшелонах власти. Выражение «Панама» стало синонимом крупной аферы, сначала во Франции, а затем в других странах. Фердинанд Лесепс был отдан под суд и приговорен к пяти годам тюрьмы и денежному штрафу. Но за решетку его не отправили, приняв во внимание 87-летний возраст и прежние заслуги. Викон Делесепс умер в 1894 году. У него было 17 детей, но главным детищем навсегда остался Суэцкий канал. Канал оказал немедленное и неоценимое влияние на мировую торговлю. Шестью месяцами ранее была введена в действие первая трансконтинентальная железная дорога. И весь мир можно было теперь обогнуть в рекордные сроки. Канал сыграл важную роль в экспансии дальнейшей колонизации Африки. Внешние долги вынудили Исмаила Пашу, сменившего Саида Пашу, продать в 1875 году свою долю пая в канале Великобритании. Всеобщая компания Суэцкого канала по существу стала англо-французским предприятием. Египет был отстранен и от управления каналом, и от прибыли. Фактически хозяином канала стала Англия. Это положение еще больше укрепилось после того, как она оккупировала Египет в 1882 году. В 1888 году в Стамбуле была подписана международная конвенция с целью создания определенной системы, предназначенной гарантировать всем государствам свободное плавание по каналу. В годы Первой и Второй мировых войн судоходство по каналу фактически регулировала Великобритания. 26 июля 1956 года президент Египта Гамаль Абдель Нассер национализировал канал. Это привело к вторжению британских, французских и израильских войск и началу недельной Суэцкой войны 1956 года. Канал был частично разрушен, часть кораблей потоплена. В итоге судоходство было закрыто до 24 апреля 1957 года, пока канал не был расчищен с помощью ООН. Миротворческие силы ООН были введены для поддержания статуса Синайского полуострова и Суэцкого канала как нейтральных территорий. После шестидневной войны 1967 года канал вновь был закрыт. В ходе следующей арабо-израильской войны 1973 года египетская армия успешно форсировала канал. В дальнейшем израильская армия совершила ответное форсирование. После окончания войны канал был разминирован. Канал не имеет шлюзов из-за отсутствия перепада уровней морей, которые он соединяет, и возвышенности на его пути. Канал позволяет проходить груженным судам водоизмещением до 240 тысяч тонн, высотой до 68 метров, шириной до 70,5 метров при определенных условиях. Некоторые супертанкеры не могут проходить через канал, другие могут выгрузить часть веса на суда, принадлежащие каналу, и загрузить его обратно на другом конце канала. Сверху справа будет ссылка на плейлист, где я поработал контракт на танкере «Соидс Макс», который может проходить по своим размерам Суэцкий канал. Смотрите, начиная с 13 серии. Канал имеет один фарватер и несколько участков для расхождения судов. Глава администрации Суэцкого канала Ахмед Али Фадель заявил, что очередной этап дно углубительных работ завершен, и глубина канала составляет 66 футов, или 20,1 метра. В дальнейшем планируется обеспечить прохождение супертанкерам с осадкой до 22 метров. Суэцкий канал является одним из основных источников дохода Египта, наряду с добычей нефти, туризмом и сельским хозяйством. Египетская администрация Суэцкого канала Суэцканал Ассорити ССЕЙ сообщила, что по итогам 2009 года через канал прошло 17 155 судов, что на 20% меньше, чем в 2008 году. 21 170 судов. Для бюджета Египта это означало сокращение доходов от эксплуатации канала с 5,38 млрд долларов США в докризисном 2008 году до 4,29 млрд долларов США в 2009 году. По словам главы администрации канала Ахмада Фаделя, в 2011 году через Суэцкий канал прошло 17 799 судов, что на 1% меньше, чем годом ранее. При этом на транзите судов египетские власти заработали 5,22 млрд долларов, на 456 млн долларов больше, чем в 2010 году. В декабре 2011 года власти Египта объявили, что тарифы за транзит грузов, не менявшиеся на протяжении последних трех лет, с марта 2012 года вырастут на 3%. По данным 2009 года около 10% мировых морских сообщений проходит через канал. Проход по каналу занимает около 14 часов. В среднем за день по каналу проходит 48 судов. Суэцким каналом до 1956 года управляла компания Суэцкого канала, присоединенная к администрации Суэцкого канала президентом Египта Гамаль Абдул-Нассером. 6 августа 2015 года состоялось официальное открытие нового Суэцкого канала. Строительство, предварительные испытания, а также официальные церемонии открытия проходили под тщательным контролем армии, поскольку лежащий к востоку Синайский полуостров, известен как база радикальных исламистов. На торжественном открытии канала проследовала флотилия военных кораблей в сопровождении вертолетов и самолетов. Флотилию возглавляла яхта, на борту которой находился президент и главный идеолог этого строительства, шестой президент Египта Абдул-Фатах Саид Хусейн Халил Ас-Сиси. Он заявил, что это строительство было необходимо стране для развития экономики, после нескольких лет политической и экономической нестабильности. Длина канала составляет 72 километра. Новый Суэц проходит параллельно старому судоходному пути, проложенному 145 лет назад, и являющемуся кратчайшим водным маршрутом между Индийским океаном и Средиземным морем. Если раньше канал мог пропускать 50 судов в сутки, то теперь почти в два раза больше, 97. На строительстве канала работало 41 тысяча рабочих круглосуточно. Было извлечено 250 миллионов кубометров земли, этого хватило бы для строительства 100 пирамид. Строительные работы велись круглосуточно, при масштабном участии инженерных частей египетской армии. Новый Суэц был сооружен всего за год против 10 лет, потребовавшихся в XIX веке для строительства первой очереди. Строительство дублера стоило 8,5 миллиардов долларов и, как ожидается, повысит доход Египта от эксплуатации водного пути к 2023 году 2,5 раза до 13,2 миллиардов долларов с нынешних 5,3 миллиарда долларов. Стройка практически полностью финансировалась за счет специальных облигаций нового Суэцкого канала, которые раскупили простые граждане Египта. Помог этому всплеск патриотизма и крайне высокая 12% доходность облигаций. За счет ценных бумаг власти Египта получили около 8 миллиардов долларов. Еще чуть менее миллиарда правительство заняло у местных банков. Иностранных инвесторов по решению Аль-Сеси привлекать не стали принципиально. Говорят, что на то, дабы собрать деньги, понадобилось всего 8 дней. Цель проекта – обеспечить двустороннее движение судов. В дальнейшем с юга на север они будут следовать по старому, а с севера на юг по новому руслу. Это позволит избежать заторов и ожидания, сократить время прохождения канала с 18 до 11 часов и повысить суточную производительность с 49 до 97 судов. Глубина нового канала аналогична глубине старого и составляет 24 метра. Это позволит принимать суда с осадкой до 20 метров в 60 футов. Ширина нового канала – 317 метров. Сейчас действующий Суэцкий канал пропускает суда с дедвейтом 240 тысяч тонн. Суэцкий канал обеспечивает 7% мирового морского грузооборота. Играет ключевую роль в снабжении Европы ближней восточной нефтью, а для Египта является вторым после туризма источником валютной выручки. Новый канал, как и прежний, будет государственной собственностью. Современное расширение далеко не первое в истории канала. Его дорабатывали в 1950-х и 1980-х годах. В общей сложности за год, в основном работами занималась египетская армия, строители прокопали 35 километров ответвлений от основного канала и расширили еще 37 километров уже существующего морского пути. В Египте сравнивают стройку с открытием канала и утверждают, что она изменит мир. Впрочем, сейчас на Суэцкий канал приходится незначительная доля от общемировых объемов перевозки грузов – около 1-2%, и прибыль от канала может увеличиться только с одновременным ростом объема мировой торговли, на который Египет влияние оказать не может. Есть и недовольные, которые считают, что средства лучше было бы направить на улучшение наземной инфраструктуры Египта, а также повышение качества жизни. Прав ли был Абдул Фатах Саид Хусейн Халил Аль-Сиси, решат судовладельцы своими кошельками. Но в историю шестой президент Египта уже вошел. 25 мая 2020 года через Суэцкий канал прошел самый большой в мире контейнеровоз – HMM Al-Hisseras. Об этом сообщила пресс-служба администрации Суэцкого канала. Известно, что судно было спущено на воду в апреле 2020 года, после завершения строительства на верфи Samsung Heavy Industries. HMM Al-Hisseras построен с учетом новых норм по снижению выброса ульгислого газа. Длина этого контейнеровоза 400 метров, ширина 61 метр, вместимость 24 тысячи ТЭО. Как сообщают в пресс-службе, контейнеровоз выполнял свой первый рейс из порта Янь-Тянь, Китай, в Роттердам, Нидерланды. Торжественная встреча контейнеровоза в Суэцком канале прошла в присутствии главы администрации канала Усама Рабиа. Руководство канала поднялось на борт контейнеровоза, поприветствовало его экипаж и вручило памятные подарки. Ну что ж, на этом наше видео подходит к концу. Кому оно понравилось, делитесь им в соцсетях и подписывайтесь на канал. До встречи в новом видео. Всем пока!